Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня изготовим мушку, выполненную в стиле парашют. Как вы видите, вот такие, как я их изготавливаю, мушки полицейские, в таком варианте, или же в меньшем варианте, вот в таком. Причем, есть еще в меньшем варианте. Это уже не принципиально смысл один и тот же изготовления мушки. Или, допустим, как вот такой, как заметно вам. Точно так же все здесь используются одни и те же элементы. Но по сравнению вот с такой нашей мушкой сухой, которая очень хорошо закручивает шнур, ну, несмотря на то, что она достаточно и хорошо еще и ловит, выступает как пропеллер, то вот в таком исполнении меньше закручивает, меньше элементов и значительно проще. Учитывая тот вариант, что я не люблю повторяться, мы сейчас с вами изготовим, используя вот такой же стиль. Это имитация была стрекозы. Мы сейчас изготовим собирательный образ и стрекозы, и вроде бы веснянки или поденки. То есть, так будет сухая мушка, которая будет изготовлена с использованием жесткого, хорошего, петушиного пера. Давайте приступим. Крючок я взял F14, номер тоже 14. Если у вас, допустим, такого нет, подберете по длине цевья для себя сами. Я изначально изготавливаю достаточно крупную мушку, чтобы отсеять всевозможную мелочь. Так как эта мушка хорошо очень работает на форелевых платных прудах. Поэтому для того, чтобы мелочь всякая не цеплялась, я сразу изначально делаю ее крупной. Как вы уже задавали неоднократно вопрос, я нанес капельку клея на цевье. Нить обыкновенная, то, которую я распускаю, или же вы можете использовать 6.0, 8.0, 10.0, то, которое у вас имеется. Но желательно использовать ровницу. И прогоняю буквально вот сколько промазал клеем половину цевья и возвращаю вот такими виточками к тому месту, где у нас будет крепиться наше крыло и основные элементы. Значит, сама по себе мушка будет напоминать упавшую, умершую или, допустим, не до конца утонувшую поденочку. Нам понадобится с вами совсем немножечко вот антрона для того, чтобы очень хорошо нам было видно нашу мушку на большом расстоянии. И понадобится у меня есть вот такой кусочек огрызок пенки. Подобрать можно любого цвета, так как вам будет удобно. Но желательно, чтобы был хороший вот такой именно материал. Здесь мы крепим с вами вот в одном месте я не переламываю, не убираю никуда. Буквально вот подхватил. Теперь выберу, какая мне необходима длина. И теперь уже здесь в одном месте подхватываю свой хвостик. Остатки я удаляю, чтобы мне не мешало. Потом мы с вами подровняем. Если такого материала нет, имеется несколько, другой можно использовать вместо пенки. И такой материал, как я уже вам рассказывал. И здесь сразу же, но несколько в обратном порядке, в другую сторону, закрепим с вами пеночку. Так, чтобы она у нас хорошо соприкасалась вот так спинками с нашим антроном. Теперь промотаем все вместе, создадим одну вот такую хорошую ножку. Так как здесь мы будем с вами обматывать все пером. Вот расстояние, которое у нас остается до колечка, вы должны подобрать по величине своего пера. Учитывая то, что вот я специально отклонил вот так бородки, у меня должно быть заходить слегка на колечко, мне величина и от отступления от нашего колечка позволяет использовать вот такое перо. Это я вам показываю для того, что если у вас нет в наличии допустим пера необходимого, можно спокойно изготавливать и используя то перо, которое у вас есть. Доводим до загиба. Теперь нам понадобится с вами вот такое перо охотничьего нашего фазана. Буквально берем 2-3 щепоточки. У меня вышла ну вот такая щепоточка может быть штук 5-6 я их не пересчитываю. Берем теперь вымеряем длину нашего хвостика. Обычно берется по длине тела, но я стараюсь взять хотя бы по длине моего крючка. Вот столько я думаю будет вполне достаточно. удерживаем в точке где мы будем крепить наше перо и вот так его подхватываем. Такой длины вполне достаточно. Значит что теперь? Учитывая как я уже неоднократно вам объяснял мы можем промотать до конца вернее до начала загиба и прихватить вот так хвостик. То есть тело у нас будет уже длинное. Если у вас крючок не имеет вот такой длины как у меня поэтому я вам и показываю вы можете закрепить в любом месте хвостик вы этим обозначите длину своего тела. Закрепили хвостик я его вот чтобы вам было видно вот так слегка развел распушил и закрепил и закрепил вот такой кусочек люрекса можно использовать леску все что вы захотите теперь нам понадобится с вами вот такой материал который я с удовольствием использую в наборах вот это у нас так чтобы вам было видно это набор даббинга из антрона можно использовать даббинг суперфайн любой другой который у вас допустим имеется в наличии если нет опять же можно изготовить тело из вот такого материала которого мы изготавливали и крылышки и все остальное он обладает хорошей плавучестью любой материал который обладает хорошей плавучестью давайте изготовим тело дойдем до грудки и потом будем крепить перо мы с вами изготовили тело просегментировали его люрексом промотал я грудку и закрепил как я уже вам показывал вот такое перышко оно должно быть достаточно крепко и иметь хорошие стекловидные бородки теперь нам с вами необходимо выполнить ну сколько позволит допустим наше перо 3 5 6 8 сколько вы захотите сами столько оборотов вы выполняете скажу только лишь одно учитывая то что вы где вы будете ловить рыбу если это на течение количество обороток желательно чтобы было больше в стоячей воде скажу сразу в заводях и на прудах рыба несколько настороженно относится к такому большому количеству обороток доходим вот с вами перо у меня уже заканчивается до колечка здесь я поднимаю вот так бородки удерживаю перодержатель и закрепим наше перо закрепили остатки я удаляю сразу теперь берем верхнюю часть пенки наш вот этот блестящий ёршик оставляем необходимо разделить буквально спереди на две вот такие равные части как у нас выйдет по работе и закрепим с вами нашу пенку которая дополнительно даст нам плавучесть переломили с вами пенку закрепили глазки есть можно и не делать ну если есть возможность как вы знаете я всегда стараюсь приукрасить мушку потому что в первую очередь мы ее делаем для себя на качество поклевок конечно это не влияет но нам гораздо приятнее как вы видите вот так она выглядит сверху и капнули немножечко лака на головку где глазки и вот так выглядит снизу довольно таки привлекательный собирательный образ для поимки нашей рыбы пробуйте экспериментируйте благодарю вас за внимание до скорых встреч по explorém до sensitivity до скорых встреч до скорых встреч ximus ditch